Всем привет, с вами Артур и канал Реальная Миграция. Сегодня у нас холодно, у нас 22 ноября, и мы находимся на Бруклин-Хайтс. Как мы видим, через реку у нас Манхэттен. И сегодня я хочу взять интервью у очень хорошей дамы по имени Елена, которую с Одессы, ранее вы ее видели. Но поговорим, как она живет в Америке уже два месяца, как у нее жизнь здесь, что она приобрела, чему она научилась, что она потеряла, довольна ли, радостная. Короче, давайте все спросим у Лены. Привет, ребята, Елена, Дима. Дима сейчас пойдет погуляет немножко с Ромой. Мы позже у тебя спросим, как у тебя в школе, как ты учишься, чем отличается школа Украины от американская. Ну и просто поболтаем с тобой о твоих тинейджерских, скажем, таких моментах в жизни, окей? Ну давай. Пока. Лен, привет. Привет. Давай немножко будем говорить громче, потому что тут ветер и, как бы, может быть, не очень хорошо слышно. Скажи, пожалуйста, когда ты приехала в Америку? Ну, не два месяца назад, а три месяца. В Америку мы прилетели с семьей, я, мой муж и сын, 10 августа. 15 августа, 15 августа мы прилетели уже в Нью-Йорк. Да, вы сначала поехали в Лос-Анджелес. Да. Вкратце, почему вы решили поехать сначала в Лос-Анджелес, потом прилететь в Нью-Йорк? Ну, в Лос-Анджелесе у нас ребята наши знакомые были, поэтому мы решили сначала сделать разведку боем, скажем так. Поехать в Лос-Анджелес. У нас уже были билеты. Мы приехали, побыли там пять дней, поняли, что немножко это не то, это не наш город. Очень сложно. Первостепенно, когда, скажем так, иммигранты или люди, которые приезжают в целях иммиграции или остаться здесь, первостепенно это работа. В Лос-Анджелесе мы поняли, что с работой очень сложно. Сложно и в Нью-Йорке, но в Лос-Анджелесе это практически невозможно. Ну, возможно, это так у нас получилось, что для нас это было сложно. Но общаясь, опять же, с другими людьми, с другими ребятами, действительно, в Лос-Анджелесе очень сложно сработать. Поэтому мы побыли там пять дней, отдохнули, поехали в Голливуд. Посмотрели на пальмы, да? Поехали на Аллее звезд, отдохнули, поехали в Universal, в общем, ну, погуляли и прилетели в Нью-Йорк. Лен, скажи, а на Аллее звезд ты свою звезду там оставила? На Аллее звезд, нет, я не оставила свою звезду. Мой сын, надеюсь, ее вырастет, получит образование. А будем надеяться, я думаю, да. Да, и будем сфотографироваться возле его Аллее звезд. Скажем так, очень хорошо мы погуляли, но, опять же, ребят, может, это мое субъективное мнение, может, мы там были мало дней, но кроме Аллее звезд и Universal Studios, ну, мы там такого, скажем так, ну, мы были на пирсе, да, мы ездили на пляж, мы фотографировались, все, конечно, очень хорошо, но, опять же, все хорошо, отдых, это когда у вас есть, скажем так, хорошая сумма, да, в банке, да, для вашего спокойствия. И вы можете понимать, что потратить там 10, 20 или там 5, 10, неважно, долларов, это вообще не проблема, потому что у вас там их лежит несколько раз больше. И тогда вы воспринимаете Лос-Анджелес и другие города по-другому. То есть мы, конечно, смотрели на этот город, пока мы иммигранты, и пока у нас нет документов, пока мы там в статусе туристов, освоили. Правильно. Лен, как раз вот сейчас за нами панорама вдали, видишь статуя Флиберти, статуя Свободы. Ну, отсюда ее так не сильно видно, но мы ее видим очень четко. Отсюда тоже неплохая панорама. А, да, панорама-то шикарная, но как бы... Лен, скажи, ну окей, вы 5 дней побыли в Лос-Анджелесе, потом вы прилетели в Нью-Йорк, и первые твои действия, помню, вы приехали, значит, где вы поселились первые пару дней? Значит, мы приехали, мы уже созвонились с агентом, да, по недвижимости, мы договорились, чтобы нас встретили, нас встретили в аэропорту, нас поселили пока в квартиру на сутки, мы заплатили 100 долларов, с недвижимостью было очень туго, я имею в виду с арендой, вообще туго, но на тот момент вообще не было ничего свободного, нас заселили в какую-то комнату какой-то бабульке, мы заплатили 400 долларов за 2 недели проживания в этой комнате, соответственно, мы заплатили 400 долларов маклеру за то, что нас туда поселили, то есть 900 долларов уже ушло там буквально за каких-то пару дней, плюс это была еда, так как мы еще не готовили, там у бабульки были какие-то проблемы с газом, ну то есть... То есть вы покупали готовое, оно дороже? Да, мы покупали готовое, оно гораздо дороже, то есть 1000 долларов ушло буквально там, в считанные дни, через... все это время мы искали квартиру, к концу августа нам нужно было выезжать, значит, из этой комнаты, и на 1 сентября мы уже подписали договор, мы нашли ван-бэдрум, рядышком на Брайтоне, насколько я не хотела вообще жить на Брайтоне категорически, у меня была такая паника сначала, что это Брайтон, но слава богу, что мы там, все, что не делается, все к лучшему. Это маленькая Одесса, ты же с Одессы. Да, это маленькая Одесса, почему, скажем так, проще в чем? Проще в том, что есть родной язык, сложнее в том, что ты не подтягиваешь иностранный язык, да, английский в частности. Школа у нас находится за углом, это тоже огромный плюс, потому что ребенка не нужно будить, не нужно ехать сломя голову утром в транспорте, то есть это удобно. И завести тебе его там 2 минуты, ты не можешь его отпустить там. 3 минуты, да, он за углом живет, значит, по поводу ребенка нам 10 лет. Несмотря на то, что нам еще не 12 лет, я могу в школе написать сейчас документ, такую официальную бумагу, что мы живем буквально там в минуте ходьбы, мой ребенок, я считаю своего ребенка самостоятельным, и я беру на себя ответственность, что он может ходить сам. То есть это, скажем так, не будет для меня каких-то там с полицией, у меня не будет никаких вопросов, то есть все это будет как бы... То есть ты должна это просто как бы дать разрешение с мужем там... В школе мне дадут официальную бумагу, что он не в курсе, что он идет сам домой. Почему? Потому что 3 дня в неделю мой ребенок в школе ходит еще дополнительно на занятия. То есть если обычно я его забираю в 2.20, то в среду, в четверг я забираю его в 4, и в субботу он ходит с 9 до 12 на занятия еще дополнительно. Поэтому, конечно, в субботу я его всегда могу забрать, а вот в будние дни это сложно. Но у него в классе есть мальчик из Беларуси, это семья, которая выиграла грин-карт, и они очень подружились, такой замечательный светлый мальчик, и я очень так люблю этого ребенка, и они с моим сыном очень дружны. Мы познакомились, скажем так, уже с родителями, и бабушка забирает Диму, этого мальчика Данилу, если вдруг я не успеваю, она подождет в парке, пока они погуляют, пока хорошая погода. То есть тебе легче уже? Ну, хоть как-то легче, да, потому что я хочу сказать, что мы прилетели в Нью-Йорк, и в Нью-Йорке мы знали только Артура. Артур Макарян, да. То есть мы прилетели сами. Подпольный этот никнейм Real Immigrant, да? То есть да, в Нью-Йорке мы не знали никого, но выбора у нас особого не было. То есть это был я, мой муж, мой сын, все, больше никого. Сейчас постепенно появляются какие-то знакомые, ты знакомишься с какими-то ребятами в школе, в работе, на улице, то есть где-то там в магазине ты слышишь речь, кто-то тебе что-то сказал, потом где-то человека встретил в парке, у него такой же ребенок, и уже завязывается какое-то общение. Лен, скажи, а вообще как люди здесь идут лучше на контакт, чем, например, у нас в Украине? Ну, то есть они знакомятся, общаются, так вот. Ну, смотрите, я не могу сказать там лучше или хуже. Даже я люблю наших людей славянских, я ничего не могу сказать плохого про наших людей. Я считаю, что и русские, и украинцы, и белорусы, и молдаване, это все одни люди. И, не знаю, знаете, один видит стакан на половину пустой, на половину полный. Но, что меня удивляет в американцах, когда я изначально, вот мы только приехали, так получилось, что работа у меня моя была, когда Артур, на третий день, по-моему, да? На третий, да. Да, мы лежали на фляже с Артуром, и так получилось, что ему позвонили, нужна была помощница на работу, ей оказалась я, и мне пришлось там на третий или четвертый день ехать в метро. Я вообще была в шоке, потому что я не знаю английского в нужной степени. Да, мне нужно было ехать в Манхэттен. Но тут выбирать не приходится. Я взяла себя в руки, села и поехала. Я немножко заблудилась, но ничего страшного, я приехала вовремя, все сложилось хорошо, удачным образом. Момент в другом, что когда я спрашивала у американца, во-первых, со своим жутким акцентом, люди просто берут тебя за руку и ведут до той точки, пока они не скажут, вот, стой здесь, сюда вот приедет поезд, ты зайдешь в вагон и поедешь, куда тебе нужно. Вот в этом, да, они вот просто берут тебя за руку, ты даже не понимаешь, что происходит, но они тебя берут и ведут. Вот это да. Лена, но я тебе скажу, ты знаешь, как на третий день в Нью-Йорке люди год тут живут и иногда путаются в метро, но ты сама видишь сейчас, да, ты уже разбираешься, но все равно метро Нью-Йорка это, это, конечно, что-то. Я не мог понять, как на одну платформу, на одну ветку может прийти два поезда, которые идут в разные направления. Поэтому здесь разобраться сложно, но ты на третий день показала героический такой, как бы, поступок. Ты, конечно, не туда доехала, была паника немного, но ты доехала. У меня была паника гораздо больше, поверь. Вот так же. А теперь мы немножко поменяли угол камеры. Мы видим там Бруклинский мост. Лен, скажи, пожалуйста, вот по поводу денег. Знаешь, многие вот постоянно спрашивают, сколько нужно денег, сколько нужно денег. Я там, в принципе, снимал видео, рассказывал, сколько примерно нужно, да, там на первое время. Но каждый, опять же, ты не скажешь, каждый человек тратит по-разному. Кто-то любит икру, а кто-то просто масло. Поэтому расскажи, вот как ты считаешь, вот ты приехала с семьей Нью-Йорк, какие тут затраты? Посмотрите, ребят, по нам. Я уже сказала о том, что у нас были дополнительные расходы на перелет из Лос-Анджелеса, да, то есть это у нас еще было дополнительно плюс 700 долларов на троих, на нашу семью. Мое видео или там видео Артура, неважно, я бы хотела, наверное, больше посвятить людям, которые решаются на этот приезд с семьей. Это очень важно, это очень сложно. Ребята, которые сейчас, вот семьи, которые сейчас думают ехать самим или ехать с семьей, не едьте сами, едьте с семьей. Возможно, это сложно, возможно, это будет как-то дополнительно по деньгам затратно, но вы не представляете, какая-то колоссальная помощь и поддержка друг к другу. Если бы мы были, ну вот кто-то поехал один, ну это нереально сложно. Сложно, да. Значит, это, скажем так, даже то, что это будет проще материально, это несопоставимо, несравнимо с тем, насколько это будет сложно морально. У нас так, значит, сложилось, мы прилетели, я уже сказала, что работать я пошла сразу, при том, что я пошла работать к американцу, не зная английский язык, но отработав первый день, он сказал, что я very nice, love young woman, в общем, да, и что он хочет меня видеть снова. И после этого, скажем так, я уже осталась работать, он был рад всегда видеть меня, я с удовольствием ехала к нему на работу, он с уважением относится ко мне, относился, относится. Я очень ему благодарна, потому что первый такой мой день, значит, он проснулся и говорит, Лена, сделай мне кофе. А я говорю, я не хочу кофе. Да, он просит ее сделать. А он мне говорит, сделай мне, пожалуйста, кофе. Я говорю, спасибо, да, я говорю, спасибо, я не хочу кофе. Раз пятый. Дошло оно. Я посмотрю, он берет телефон и говорит, Лена, сделай мне, пожалуйста, кофе, сейчас. Ой, это было, конечно, так смешно, мы с ним потом смеялись все время с этого случая, но тем не менее он не сказал, что я там затупила или еще чего-то. И проблема даже не в том, что я не поняла того, что он мне сказал, проблема в том, что это был первый день, это была какая-то растерянность, это какое-то такое состояние. Такой страх, наверное, конечно. Но я же говорю, я ему безумно благодарна, что он вытерпел, особенно вот эти первые три дня, когда я не знала, где что лежит, он мне все ходил, показывал, когда я не знала там, что такое то или что такое это, когда я не знала, какое нужно пойти в магазин, при том, что я там делала покупки, доставка в Владеливери, он сразу мне доверил деньги, свою карточку, ну то есть как-то... На которые пару миллионов, наверное. Да, на которые, ну я даже не знаю, сколько там денег, меня это не касается, это не мое дело. Судя по персоне, много. Ну да, судя по тому, что это за человек, то много, но это не важно, важно в том, что, я не знаю, почему он так расположился ко мне, возможно, потому что человек, который у него работает, знаком с тобой, и ты уже сказал, да, что это тот человек, которому там можно доверять. Но момент в том даже был, что вот я прихожу, он еще спит, он слышит, что я пришла, он такой, Elena, it's you, это ты, я говорю, yes, don't worry, sleep. Он такой, а, окей, все. Не волнуйся. Я ему говорю, спи, все в порядке. И, ну, скажем так, в этом плане, конечно, он там даже юморил что-то, и юмор был всегда, кстати, в тему, ну, то есть, это тоже меня так подкупало, потому что я за одесским юмором очень скучала. Таки да. Он не был скупым, он не грузил меня какими-то такими бредовыми моментами, да, когда что-то не нужно делать, он говорит, вот ты возьми и сделай, он не ходил мне, не тыкал там то, сё, это так, это не так, ну, то есть. То есть, относился с уважением. Да, он действительно относился с уважением ко мне. Это американцы, они всегда с уважением. Да, это американцы, я здесь ничего не могу сказать. Это не наши, которые приехали. Мы столкнулись уже с русскими людьми, мы столкнулись с разными людьми, и с хорошими, и не очень хорошими, и с людьми, которые смотрят тебе в глаза и говорят, боже, да, ой, кошмар, но при этом тут же тебя закапывают, скажем так, максимально глубоко, чтобы ты оттуда не выбрался. Поэтому, ну, это немножко я отступила, да, я скажу по вот, по семьям, по деньгам, ребятам, по растратам. Если вы даже летите сразу в Нью-Йорк, буквально по последней информации, общаясь вот с иммигрантами, да, которые приехали буквально три дня назад, в Артурику уже знают, ребята, которые мне позвонили и уже там просят у меня какой-то помощи, потому что у них также ребенок, они также приехали с семьей. Все, что я знаю, все, что я смогу, я, конечно, с удовольствием поделюсь, подскажу. Что меня поразило, это то, что Маклерам, они уже заплатили полтора рента. Я вообще была в шоке, потому что мы, когда заезжали, мы платили за нашу квартиру 1300 за первый месяц, 1300 мы заплатили за второй месяц, и 1300 мы отдали Маклерам. Ну, то есть, вы считаете, 2600 и 1300, да, это 3900. Но вы еще заплатили до этого, когда вы в бабушке жили, да, плюс 800 мы отдали бабульке. То есть, ребята, грубо говоря, 5000 долларов у вас уйдет сразу. На квартиру. На квартиру. Поэтому сколько денег с собой везти. Не считая мебель. Да, 5000 долларов у вас уйдет сразу допустимые 10 тысяч долларов. Мы везли 10 тысяч долларов. Так получилось, что мы летели через Москву. У нас был такой момент, у нас осталось вот чисто 10 тысяч долларов. Я говорю мужу, слушай, пойди купи хоть какую-то воду, чтобы у нас не было вот 10 тысяч. Чтобы было 9 тысяч. Он пошел, купил за 2 доллара там какую-то водичку. Нас останавливают уже в Нью-Йорке. Нет, не в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе. Мы же летели в ЛА. И у нас спрашивает офицер, а какую сумму вы везете? Я говорю 10 тысяч. Он говорит, что? Ну я такая все честная. Я говорю 10 тысяч. Он мне говорит, окей. Ну я думаю, ну все, окей, окей. Тут эксайт, выход уже. Я такая довольна. Он говорит, ну-ну-ну, пройдите вот сюда. Мы в шоке с мужем проходим, значит, на, опять же, это вот такая ремарочка, будьте внимательны. Проходим в эту закрытую комнату, сидит офицер. И мы начинаем с мужем по-русски разговаривать. Я ему говорю, как ему объяснить, что у меня не 10 тысяч, а 9998. И как ему объяснить, что у меня не больше 10 тысяч. Муж говорит, ну попроси листики, напиши ему сумму, которая у нас. И тут этот офицер нам поднимает голову и говорит, шо ж вы едете до Америки и навчете мовы? Наш хлопать. И мы с мужем просто балдеваем. То есть, ребята, если бы мы говорили на русском о том, что у нас там 11 или 12 тысяч, то у нас бы, конечно, тут же бы уже были неприятности. То есть без декларации были бы проблемы. Все, что свыше 10 тысяч, они бы консистно могли консистовать. Еще, ребята, в интернете неверная информация. Не 10 тысяч на человека, а 10 на семью. На семью. Если вы с мужем в разводе, то вы везите тогда 10 вы, 10 муж, и вы себе там едете под разными фамилиями, да, вы там вдруг решили там сойтись, и вы едете. Но если вы едете с семьей, ни в коем случае категорически не везите больше 10 тысяч. Я еще слышал, знаешь, говорят, не проверил, но слышал, что есть, когда прилетает семья, они идут, знаешь, в разным, вообще к разным окошкам, к разным этим офицерам, и типа один идет, а второй через 10 человек. Ну, фамилия одинаковая, кто там знает, знаешь, бывает так. Опять же, он может спросить, вы прилетели там вместе. Ну, да, я же говорю, но это риск, это риск. Это риск. Смотрите, ребята, мы решили в Америке, ну, мы и в Украине не рисковали, мы решили как бы не врать, не обманывать, скажем так, говорить вот как есть, говорить правду, и поверьте, лучше здесь говорить правду. Потому что самое страшное преступление здесь, это ложь. Это даже не столько воровство, сколько ложь. Да, если ложь. Как-то вот так. Поэтому по поводу того, сколько везти денег, вот разрешено везти 10. Ну, то есть надо стараться везти на первое время минимум десятку, то есть на семью. Очень хорошо, что если вдруг у вас будет сразу работа, пусть эти 5 тысяч там оставшиеся лежат, и вы уже будете тратить с того, что вы заработали. У нас не сложилось. Вот у кого-то все складывалось как пазл, у нас не складывалось как пазл. Да, я не могу сказать, что у нас складывалось плохо, но в силу там здоровья моего мужа, он не мог пойти на стройку. То есть у него была операция, и все, что касалось там подъема тяжести или чего-то другого, то есть и то он рвался. Я сказала нет, и все. То есть ты не пойдешь на стройку ни на какую. Он занялся документами. Это тоже очень долго. Вот знаете, я получил права, но ребята, сколько сил, времени, труда нужно для того, чтобы получить права, вы себе не представляете. Мы поехали, оформили газовый билл на себя, для того, чтобы это был официальный документ. Мы поехали, сделали карточку. Нам сказали, возьмите карточку из одного банка, из другого и приедете. Нет, карточка одна должна быть. Кредит, вторая дебит. Другая. Кредит, да. Поменялась, да. То есть мы потом поехали, уже сделали заполнительные карточки. Мы взяли наш паспорт. Мы поехали в этот центр. Social Security Department, что вам бумага, что не положен social. Да, чтобы взять, как бы, этот документ, что нам не положен social, но он нужен для того, чтобы получить. Ну, то есть, мой муж купил книжечку с этими вопросами. Правила дорожного движения. Да. Но когда он пришел сдавать, у него было два или три вопроса. Остальные были те, которые он вообще видел первый раз. Но он умничка, он все сдал с первого раза. Аналогику. И вождение он тоже сдал с первого раза. То есть он, молочинка, получил уже права. Вот мы двигаемся сейчас уже дальше немножко. Мой муж работает сейчас, слава богу. У него выходной только суббота. Поэтому вот сегодня я сама, он и сегодня на работе. Значит, по работе, ребята, будьте готовы к тому, что не вы будете выбирать, где вам работать, а вы пойдете туда, куда вас возьмут. Во первое время, да. Потому что все спрашивают, кто вы, что вы. Что вы имеете. Какие у вас документы, какой у вас опыт. И когда вы говорите, что вы в статусе туриста, это как приговор. Просто как приговор. Работу здесь можно найти, если повезет. Или если есть какие-то знакомые, хорошие, которые вас могут рекомендовать. Все. Все остальное это ложь. Я не верю больше ни во что. Это сказки. Я сама здесь нахожу в три месяца. И вот на своей шкуре я знаю на самом деле как. Только если это знакомые, только если это вдруг повезет. Там тебя вот просто там директору или хозяину что-то стукнуло в голову взять и попробовать. Он увидел, что ты хороший человек, и ты остался, и ты работаешь. Все. Ну то есть как вы себя зарекомендуете. Можно пойти в принципе там, ну к русским, какие-то работу можно найти. Если допустим к американцам, это очень сложно. Работа, если вы приезжаете, вы физически здоровы, у вас там не было никаких там хирургических вмешательств. На стройку вы можете идти хоть вчера. Да, то есть стройка, там какие-то, басбой, еще что-то. То есть там, ну где-то что-то такое, там магазины. Это можно. А если допустим к американцам, то в принципе нужно только разрешение на работу. Значит по поводу языка. Конечно очень хорошо, когда он у вас есть. К сожалению, у нас с мужем его нет. И мы не успели попасть в школу на курсы. Ну, наверное, так должно было быть. Поэтому мы сейчас работаем усиленно. И на курсы мы идем с января месяца. Я уже нашла курсы, я узнала их стоимость, время, сколько они будут длиться. Поэтому все, что касается курса, вот это у нас с января месяца. Я должна буду прийти записаться, как мне сказали, в конце ноября, в начале декабря. На вечер или на день. Но мы, конечно же, пойдем на самые поздние курсы. Ну, потому что мы все равно будем продолжать работать. В плане поправиться, не переживайте. Вы не поправитесь. Не потому что вы здесь плохая еда. Или здесь очень, скажем так. Еда есть вся. Да, не проблема с едой, но физически вы будете работать. Лена, скажи, пожалуйста, по поводу, у меня говорят, вот нечего есть, действительно. Ты вот сказала за еду. По поводу русских продуктов. Тут есть все, да? По поводу ничего, нечего есть. Не, 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 ничего это нечего. Говорят, русских продуктов нет. Ну, тут же ж, ну, все. Я не скучаю ни за чем. Ну, я скажу так. В золотом ключике и все. Да, то есть здесь, во-первых, очень много готовой еды. То есть, если вдруг вы не успели, да, вы можете пойти спокойно купить мясо. Вы можете купить там котлеты, какие-то отбивные. Ну, в общем, не важно все. Пюре. Ну, я не знаю, на что только гораздо ваша там больная фантазия, да. Вы можете купить все. Я скажу честно, я готовлю дома. Я стараюсь готовить. Ну, вверх, я люблю готовить для своей семьи. Во-вторых, покупать это все-таки дороже. Это не так дорого, да, как нельзя себе позволить. Но это дороже, чем приготовить. Поэтому я стараюсь побежать на работу утром. Прибежать, забрать своего ребенка со школы. Быстренько приготовить кушать, побежать опять на работу. И уже либо мы созваниваемся с мужем, и он меня где-то встречает, либо он меня ждет, потому что это уже поздно. Либо, если работы нет, то тогда я вот пришла домой и уже занимаюсь с ребенком делами. Он, конечно, молодец, он самостоятельный мальчик. Он делает уроки сам, ему не нужна наша помощь. Его хвалят уже в школе. Он замечательно написал первый тест по математике. Сейчас у них опять был тест по английскому языку. Я хочу сказать, что мой ребенок написал грамотнее, чем написали другие дети. То есть, что делают наши школы? Наши школы учат, как грамотно писать. Вот как пишется то или другое слово. Они это изучают в школах. И вот сейчас, когда был... Ну, он об этом потом расскажет сам, может, когда вы будете снимать видео. Но он написал лучше всех. У моего ребенка была единственная работа без... Он сказал, мама, мне не фиксили работу. Я говорю, что это такое? Он говорит, ну, фиксили, это значит ошибки. А мне ее не фиксили, мне не нужно... У меня даже не домашнего... Не исправляли. Да, не исправляли. У меня даже не домашнего задания, потому что домашнее задание было работа над ошибками. И, конечно, мне это приятно, да, что он... Он очень старается. Он молодец. Он очень переживал сначала. Он очень скучал за своими одноклассниками, за своим учителем. У нас была замечательная школа в Украине. Замечательные детки. Но вот так получилось, что мы уехали. Они ему пишут, присылают видео. Он в ответ пишет им, пришлет им тоже видео. То есть они поддерживают такие прям очень плотные отношения тесные. Он уже дружит с ребятами здесь. Это и дети мексиканцы, и дети из Индии. Я смотрю, у них есть мальчик, и вот мальчик из Беларуси. То есть детки все хорошие. Я тоже не могу сказать, что... Ну и англички они улавливают очень хорошо. Я замечаю, что он уже начинает... Сначала, когда мы приходили, он так стоял возле меня, как цыпленочек. Жался так в меня. То есть ему все это было как бы больно. Вот его оторвали от его любимой стихии, от его, скажем так, привычной среды. А сейчас я уже смотрю, что мы еще... Я еще не успела зайти на порог школы, Дима уже нет. Все, он уже убежал к деткам, уже у них нет вот барьера. Хотя, конечно, все равно сложно. Я хочу сказать, что сложно. Просто в Украине малый ходил в английскую школу, да, с английским уклоном. И это ему помогло. Вот он сейчас иногда делает уроки и говорит, мама, все, что у меня есть, это мне Наталья Леонидовна дала. Поэтому, конечно... Базу. А тут он уже ухватывает как бы всякие диалекты. У нас очень строгая учительница. Вот, я не знаю, все, что могло быть самое строгое, да, собрано в ней. Все учителя, я смотрю, выходят, такие все счастливые, довольные, обнимают этих детей. У нас такой вот, знаете, сабвеповский учитель. Она... А она американка? Она американка. она такая она как тинейтер у меня такая по-английскому маргарит 60 лет и она короче какой-то сначала мой ребенок был в шоке от того какая она как она себя ведет то есть она их не хвалит она очень она постоянно им говорит что то это не так это не так то есть если ребенок написал на 100 баллов она все равно не хвалит ну что ты можешь еще лучше ты можешь еще больше то есть я сначала была в панике я злилась на нее я хотела даже переводить ему в другой класс было родительское собрание в школе здесь по-другому проходит собрание здесь вот назначает время и вы этот этот заходите со своим ребенком этот этот общаетесь с учителем значит мы зашли мы с не поговорили слава богу мы поняли друг друга дима сказал что после этого у них как-то наладились отношения в общем контакт пошел ну и в общем все все идет своим чередом потихоньку с определенными сложностями но мы мы двигаемся слава богу что мы не стоим на месте но еще по таким нюансам школе я спрошу у димы как он расскажет лен скажи пожалуйста вот мне некоторые люди ну понимаешь иногда пишут на канале хорошее а иногда плохое и вот пишут что вот врешь страховку нельзя получить если у тебя нет social security и всяких документов вот у тебя нет ничего просто туристическая виза на данный момент расскажи пожалуйста как ты получила медицинскую страховку смотрите я вот только скажу секунду вот еще по жилью по жилью вы можете снять да вот так вот у русских либо через рио таро вот первый и последний месяц это будет не очень хорошее жилье если вы хотите хорошее жилье либо у вас не будет возможности снять то у вас могут даже быть такой вариант что вас попросят шесть месяцев да да это бывает поэтому ребята может быть и такой вариант то есть что попросит 6 месяцев дальше перехожу я значит уже на момент страховки я очень долго намучился страховка потому что как только у меня спрашивали в каком статусе все сразу я говорила в статусе туриста говорят а нет извините мы не можем помочь мы не можем помочь вы туристы какая страховка и такое мое личное достижение да что я нашла все таки сама через десять там человек я не знаю как у меня это получилось но я нашла ты пробивная поэтому получилось я нашла каким-то образом замечательную женщину она которая работает госпитале фоне айланд у меня есть ее телефон я дала это телефон артуру вы пожалуйста если вам нужно будет особенно вот людям семьям до которые приезжают сюда она застраховала нашего ребенка она горит мне абсолютно не важно в каком статусе вы находитесь страховка штата нью-йорк страхует всех особенно детей до 18 лет нам сделали страховку на иммерженсе это если вдруг с нами что-то произойдет несчастный какой-то случай мы тоже сможем застраховывать но при том если даже у тебя насморк или ты заболела температура это тоже считается тебе надо прям лечиться ты можешь пойти в госпитале и получил я тоже честно и советую всем другим ребятам я набрала массу лекарств из украины я взяла очень много антибиотиков уже мой муж серьезно заболел была такая серьезная ситуация я думаю что нам придется ложиться в госпиталь но слава богу я его все-таки вылечила тем что у меня было под рукой это не пугая он просто болел как бы ну у него была насморк да не насморк нам была другая ситуация неважно в общем мы вылечились потому что температура была под 40 и в общем все прошло но если бы не было антибиотиков то конечно была бы проблема антибиотики никто не даст но у нас есть страховка мы скажи честно мы не еще не пользовались но ребенок ребенок уже и воспользоваться перед тем как пойти в школу мы пошли к педиатру у нас еще не было страховки и за прием мы заплатили 80 долларов значит он говорит лена у вас нет прививки от ветряной госпиталь это ветрянка в украине эту прививку не ставят я говорю узнать я не хочу сейчас ставить так получилось что этот врач тоже из одессы и он говорит да ну хорошо я вам тогда ее не поставлю потому что тогда бы нам прием был не 80 долларов а 200 долларов ну да прививка встала он говорит сделайте страховку и придете ко мне мы сделали страховку и вот сейчас нам пришел документ что нам нужна прививка мы пошли к врачу и нам поставили эту прививку бесплатно то есть на ребенка покрывает 100 процентов 100 на все на все 80 процентов покрытие зубы ну зубы а вас а вас по моему каждое обращение вы платите что там 15 20 долларов да мы не обращались артур я не могу не но я такую слышал страховку что вам счет могут выставить и на тысячу долларов но вы платите на какие-то маленькие я пишу заявление и ему еще 15 долларов если вдруг это что-то там чп операции еще что-то это бесплатно это бесплатно поэтому это как бы ну не так страшно это можно сделать даже когда вы не имеете сошел так же как права некоторые люди не знают что можно сделать туристическом статусе не оказывается может страховку это я сделала сама я нашла эту женщину да это мое такое личное достижение здесь это можно сделать вы идете в кони аллен госпиталь и вам это все мы просто даем вам телефон и вам скажут куда ехать окей лен ну давай будем завершать на наше интервью и скажи пожалуйста вот такое вопрос ты конечно вот с украины наши люди сравни с людьми те которые живут либо иммигранты здесь либо уже американцы мы уже услышали что американцы такие знаешь более доброжелательные и они относятся даже к иммигрантам с первого дня как ну как людям как полагается некоторые бывают конечно наши мигранты относятся так с высока якобы смотрят но расскажи пожалуйста от честности может быть таких знаешь людей в америке у нас и что может быть у тебя в жизни такое произошло что тебя удивило здесь либо огорчила сильно вот у меня это опять же это было самого начала это когда мы поехали потому что здесь квартиры сдаются пустые и естественно мы поехали в айки для того чтобы купить икею говорят айкию не поймут и поехали в икею чтобы купить мебель в общем я помню мы поехали вдвоем с артуром так как я повторяюсь нас никого не было мы никого не знали муж остался дома потому что у него была там встреча мы поехали втроем я артур и ребенок мы очень устали безумно устали мы плакали по этой ки которая просто громаднейшая огромная огромная вообще эти ходы и выходы лабиринты в общем мы очень устали потому что мы приехали туда в 12 а домой мы приехали ровно в девять вечера я прям вот артур нас высадила было 9 вечера момент другом когда я уже приехала домой и стала паковать не давай расскажи что мы набрали вещи мы простояли в очереди заплатили за эти все вещи потом мы отправили на деливери иди на то чтобы рассчитаться в кассе где-то полтора часа потом полтора часа простояли в очереди на деливери то есть на доставке в общем пока мы стояли мелочь хотели забрать с собой с этими людьми с уставшим ребенком мы одну тачку полностью полностью загружен мелочи посуды там всякой мелко с проплаченным товаром я забыла оставила просто так на выходе да не на выходе оставила просто в магазине нет она была на выходе возле лифта артур но возле козда бери лака бери у возила она была уже за кассами возле лифта сейчас сядет батарея домой в шоке ну в общем я говорю утром поедем посмотрим я приезжаю на следующий день объясняю с чека что я забыла они проверяют камеры говорят и цукей ведут меня какую-то комнатку показывают а поясе нас выключится камера 10 и дают мне мою тачку то есть моё ничего не украли мне это отдали и я вот тогда я сказала да возможно только в америке только в америке да лен скажи пожалуйста какие у вас вашей семьи планы на будущее от вы приехали работы у вас уже есть ребенок учиться квартиру вы уже обустроили то есть как бы все хорошо расскажи пожалуйста что вы дальше думаете дальше мы думаем обязательно пойти учиться это первостепенно и уже по итогам того насколько мы своим язык идти работать официально мы начали работать с адвокатом мы хотим получить документы и уже от этого мы будем отталкивать по иммиграции вы уже начали работать с адвокатом все 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 хорошо я безумно нравится анатолий он замечательный такой дядечка ну не он нравится без всякого я абсолютно никого ни на что не подстрекаю нет у каждого свое мнение ребята я никому не говорю вы что уезжайте из украины приезжайте там в австралию в америку неважно куда нет каждый делает свой выбор я говорю конкретно о том что произошло в нашей семье как это происходит да и скажи пожалуйста что можешь пожелать людям которые смотрят нас хотят уехать или они уже как бы на лыжах знаешь на мое обращение к тем людям которые сами пришли к тому что они хотят уехать я не хочу никого подстригать ни к чему ребята если вы сами пришли к тому что вы хотите уехать я хочу вам сказать что вы столкнетесь с большими сложностями эти сложности решаемые очень важно быть помощником друг другу помимо того что мы с мужем всегда скажем так жили дружно мы всегда были другом и помощником браке друг другу да но здесь это особенно остро ощущается ни в коем случае если вдруг у кого-то что-то не получилось не говорите вот так наоборот говорить ничего в следующий раз будет лучше или получится то есть важно быть вот поддержкой друг другу важно понимать какие сложности ждут вас никто здесь не встретит с паспортом обама не будет стоять и не будет рад вас видеть тем более он скоро будет уже не признать никто запомните это вы здесь никто особенно без документов все очень сложно но все решаемо если у вас есть цель просмотрев много видео еще на украине все почему-то говорили в вас должна быть цель вас должна быть цель сейчас когда у вас должен быть артур ребята вас должна быть цель и ваши сложности должны идти скажем так поэтапно ваши шажочки должны вас приближать к вашей цели и все будет хорошо в плане проблем с питанием с одеждой не будет никаких это здесь все стоит копейки дорого это коммунальные и жилье наверное жилье это самое дорогой проездом дорогой такое как бы это такое самое дорогое вы должны понимать что плюс-минус полторы тысячи долларов в месяц вы должны заработать и отдать на жилье а по поводу вещей расскажу лена скоро получит карты во всех магазинах нью-йорка она в нее отдых это так пошли прогуляемся окей только мне надо зайти пару магазинов это просто шопоголик ну что поделать этого добрать здесь много лент скажи пожалуйста ты не жалеешь со своей семьей что ты переехала именно в америку нет я хочу сказать что у нас было достаточно сложности но мы еще не пожалели ни разу мы понимали что мы делаем мы понимали чем нам предстоит встретиться здесь за с какими сложностями столкнуться поэтому у нас все четко здраво было принято это решение и мы понимали вот кто-то думает что он приедет в америку и завтра станет миллионером нет этого здесь не будет а кто знает может таки да возможно да я искренне людям этого желаю ребята добивайтесь своих целей ставьте их добивайтесь и если вы вдруг решили ехать семьей и вы думаете как бы эти семьями и деток прийти с собой и поверьте да будет сложно но спустя месяц вы будете благодарны что вы приехали в семье окей лен теперь спросим у димы как ему в школе расскажи пожалуйста мама уже рассказала все про школу что у тебя все круто ты учишься скажи быстренько до насадится батарея тебе нравится школа американская друзей завел скажи как разница есть большая украина здесь кормят учиться легко но ты учишься легко секунда это ложь что в америке не нужно учиться и нет никакие сложности с обучением ребята ребенок наш приходит и часа 2 он делает домашнее задание при том что он понимает что ему нужно просто очень умный мальчик поэтому ему учиться в принципе легко но ты рад что учишься именно в америке в американской школе супер вот такое интервью у нас было у семьи елена дима еще баня правда он сегодня работает но как-то может в следующем видео он обязательно будет у нас кадре с вами был артур канал реальная миграция подписывайтесь на мой канал ставьте лайки мы вместе до реальной миграции и вот минуточка мы идем санта позвал диму санта позвал дима и вот мы видите как хорошо диме дают попкорн санта видите как хорошо просто на улице вот уже начинается америка готовится к рождеству и вот санта стоит на улице и детям раздает попкорн и cookies печенье вернее это кай дойду доллар но не над Да, мне нравится. О, спасибо! Дима, веселого Рождества! Спасибо! Скоро будет! Санта же мне пожелала! Пока-пока!